Председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с премьер-министрами Норвегии и Испании. На встрече с норвежским премьером Йонасом Гаром Стёре лидер КНР подчеркнул, что с момента установления дипломатических отношений 70 лет назад дружба народов двух стран только укреплялась. Китай и Норвегия имеют хорошие перспективы для сотрудничества во многих областях, в том числе в сферах охраны окружающей среды и зеленой энергетики, в морском транспорте и сельском хозяйстве, науке и культуре, туризме и молодежных обменах. По словам Си Цзиньпина, Китай намерен укреплять взаимоотношения с Норвегией по линии ООН и других многосторонних платформ, чтобы содействовать равноправной и прозрачной экономической глобализации. Премьер-министр Норвегии, в свою очередь, подчеркнул, что его страна уважает суверенитет КНР и принцип одного Китая, поддерживает свободную торговлю и готова укреплять сотрудничество с Поднебесной в рамках многосторонних механизмов. Во время переговоров председателя КНР с премьер-министром Испании Педро Санчесом стороны договорились расширить сотрудничество между государствами. В прошлом году страны отметили 50 лет со дня установления дипломатических отношений. На встрече Си Цзиньпин призвал к взаимодействию в сферах искусственного интеллекта, цифровой экономики и новой энергетики. Глава КНР отметил, что Китай готов сотрудничать с Испанией в рамках ООН и Большой двадцатки, чтобы способствовать глобальному миру и стабильности. Он также выразил надежду, что Испания сыграет конструктивную роль в развитии отношений КНР и Евросоюза. Педро Санчес, в свою очередь, заявил, что в ходе его визита в Пекин был подписан ряд соглашений в области экологически чистого развития, что говорит о высоком потенциале двустороннего партнерства. Испанский политик призвал и дальше наращивать сотрудничество в таких областях, как торговля, инвестиции и новая энергетика. Премьер-министр выразил приверженность Испании в политике одного Китая, подчеркнув, что его страна выступает за свободную торговлю и открытый рынок и поможет отношениям Китая и Евросоюза следовать правильным путем.